чтобы вы не услышали в середине ролика подосмотрите это видео до конца результат оказался намного лучше чем я ожидал во время эксперимента всем удачного просмотра привет опять и опять мы плавим алюминий и надеюсь что в этот раз я смогу все-таки сделать все по правилам и у меня получится то что я хочу то есть алюминий без пор и без всяких вкраплений поэтому сегодня плавить я буду вот в этом тигле это нержавейка внутренняя часть термоса ну правда она со спайками эта часть то есть тут шов и здесь шов и как бы это все не выдавило во время плавки но проверю так это нержавейка вычистил как смог обезжирил но все-таки возможно алюминий все равно будет с ней играть этой нержавейка я не знаю точно эту всю химию все это процессы поэтому я его еще и покрашу дополнительно так еще будем же еще одно условие соблюдать температурный режим приехала ко мне термопара китайская термопара вот она это термопара ну это я так воткнув контакт вот это вот термопара характеристиках написано до 1200 градусов вот эта нержавейка то есть алюминий должна расплавленный выдержать свободно она у меня уже прошла крещение кипятком возможно сейчас я вам это покажу крещение и как ни стран испытания на точность термопары с алиэкспресс вот такая вот термопара это щуп это ручка такой провод и все это дело вставляется к разъем мультиметр так имеем чайник с кипяченой водой закипевший только что я его сейчас включу потому что мне нужно узнать 100 градусов она покажет ли сейчас наоборот наоборот контакты воткнул в другую сторону мерить начала вот так так будет править пошли градусы это сейчас температура то в общем-то кипяток и показывают но включаю что проверить точно чайник только что отключился вот он 100 градусов покажите и как ни странно я очень удивился она показывает 100 градусов когда касаюсь дна чайника в кипящей воде перепрыгивает на 101 а так в воде 100 градусов ровно показывает очень удивился что никакой погрешности но больше проверить ее не начин и поэтому этой термопара я сегодня буду проверять алюминий чтобы он был у нас не больше 750 градусов как вы мне писали многие что перегревать его нельзя потому что после превышения этой температуры этого порога алюминий начинает реагировать со стенками тигля именно и возможно и не поможет этот алебастр не знаю короче проверь сейчас я накалю не на калюн прогрею тигель покрою его краской дальше покажу что получится да и будем же использовать опять же промышленный дегазер который использовал прошлый раз то есть постараюсь сегодня как еще раз скажу вам без ошибок все сделать не выходит ничего с покраской смотрите что получается вот эти вот разводы вот они водяные потеки то есть получается все равно металл оголяется значит или надо все-таки распылителем действительно работать которого у меня нет а так не выходит ладно надеюсь на то что это нержавейка что она не будет реагировать с алюминием и что я не буду перегревать металл должно сработать сейчас я его от мою этот тигель и буду пробовать так плавить вот так это будет все происходить тигель из термоса подвешенный на на никелированная трубка чтобы даже с нее ничего не сыпалась внутрь никакой окалины туда алюминий который уже плавился раз и и добавлю в этот раз обязательно цинка потому что заметил что и вы мне правильно писали что цинк после плавки выгорает то есть даже вот плавлю алюминий в котором уже был цинк но плавлю который второй раз он становится тягучим фреза его тянет а вот когда сразу добавляешь цинк обрабатывается намного лучше и гладкий получается алюминий все теперь разжигают и будем надеяться что этот термос не расплавится раньше алюминия и не вывалится в нем но начинаем так идет процесс разжигания дров сейчас хорошо разгорятся засыпаю уголь и будем плавить он разошелся и пока расходился он я отжег форму сейчас я буду чистить отжег колокол тоже чистить буду и отжег ложку который снимаю шлаг все это пока по защищу а также прокалил кусочек дегазера чтобы он был без влаги чтобы он не стрельнул в колоколе а теперь заряжаю алюминий и самый ответственный момент как я уже говорил лишь бы дно не вывалилась и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, буду забрасывать дегазер, ждем 10 минут, снимаем шлак и разливаем. То есть сейчас она уже у меня... Надо здесь еще какую-то защиту положить, больше, чтобы мне не сжечь провод на термопаре. Сейчас еще... Так, мультиветр вам все равно не видно будет. Ладно, придется верить мне на слово. Поверяем. Ай, палец все равно. Сейчас 790 еще... Я сейчас поищу какую-нибудь пластиковую трубку, чтобы насадить на термопару, чтобы защитить провод. Так, ну я думаю, что вам интереснее сейчас смотреть на мультиметр, чем на датчик на алюминий. И поэтому... Выставил я мультиметр, чтобы вам видно было. И вымеряю. Ага, вымеряю. Рукой мешать буду. Поэтому будем так. Вот так смотреть будем. Так, смотрим. Нет, не смотрим. Подождите. Похоже, все испортил. Защиту, которую ставил на термопару, она у меня упала туда в алюминий. И все загорелось. Там теперь шлаку будет, елки-палки. Ну пусть выгорает, посмотрим, что будет. Блин, подкасси пор, а? Ой, сейчас выгорит, увидим, что там получилось. Походу, алюминий у меня будет сегодня еще тот. Попозже запорол я сегодняшнее кино. Потому что... Смотрите, что получается. Белый порошок от пластика, ПВХ. Кусок трубы 10 сантиметров, упал туда. Не знаю, попробую сейчас дегазер кинуть. Может быть, он все-таки соберет это до кучки. Потому что ложкой собрать это не получается. По стенкам намазывает этот порошок. А при взаливке он потянет алюминий его за собой. И в форме окажется то же самое. Ну, вылью-то все равно. Только, скорее всего, эксперимент пошел сегодня по трынде. Пока возился, он уже остыл до 650. Включил опять поддув, нагреваю. Сейчас будет 750. Выключаю и дегазирую. Так, покажу вам вот так. Короче, термопара вставлена. 742 градуса. Сейчас буду забрасывать дегазер. Так, ну, надеюсь, вам сейчас будет видно. Вот так вот. Дегазирую. Лишь бы тут ничего сейчас не вфыркнуло. Так. И тут еще тоже не то, и не ало. Короче, ладно. Дегазер упал бы. Ох, ё. Да, этот упал кусочек. Так, что его теперь? Гамно. Полная гамно сегодня. Волнейшая. Ох, кино я сегодня сделал, ребят. Этот кусок плавает. Без колокола. Короче, мало алюминия. Если не закинул. Его и не утопить. Он плавает. Короче, дерьмо полное. Вот это я сегодня кино сделал. Да уж. Лучше не придумаешь. О, утонул. Как ты утонул. Короче, хрень полная. Надо было намного больше мне алюминия сюда класть. Готово. Смотрите, даже без колокола. А этот камень, вон он, прилип. Дегазер на дно. Играл. Так что посмотрим. Может быть, еще не все потеряно. Дегазер на дне. И видно, вон он расходился как. Глянем. Остынет. И посмотрим, что здесь получилось. Хотя я сегодня вообще не уверен, что что-то получилось. Из-за этого пластиковой трубы даже забыл цинк забросить. Так что алюминий получился без цинка. К алюминию мы вернемся чуть-чуть попозже. Косяк у меня почему сегодня получился. Пластик это одно. Ладно. Другое то, что я взял мало алюминия. Колокол. Сильно длинный. Дегазер был вот здесь. Здесь пыш. И получается, что когда я окунул, он элементарно алюминий снизу не достал до этого дегазера, до пыжа. А алюминия я кинул мало, потому что, я уже говорил, боялся, что вот это дно распаяется. Но оно выдержало. Хотя бы какой-то плюс в этом эксперименте у меня сегодня. Смотрите, вот этот шов и вот здесь вот припаянное дно. Оно выдержало. Термопар это я мерил, было больше 800 градусов. И на угли ставил ее. И ничего. Продержалась тонкая. Прогорит, наверное, быстро, скорее всего. Но она сработала. То есть в следующий раз можно будет. Хотя пол-тигеля, килограмма-два, так же алюминия забросит сюда. И уже плавить по-нормальному. То есть эксперимент проводить заново. Здесь чистый. Только единственное, что вот это вот с пластиковым, вот эти вот белые разводы, вот они. Вот он, пластиковые эти крапинки, как мука. Вон они блестят даже, блин. Ладно, а вот она, заготовка, которая получилась. Так гладенькая, хорошенькая. Даже шов от банки отпечатался. Сейчас посмотрим проточку. Конечно, надеется, тут не на что. Но посмотрим. Заряжаем станок. Не стал я вас мучить токаркой. Короче, покажу, что получилось. Честно, честно, ребят, не ожидал. Смотрите, я прошелся резцом. Фрезой не стал, резец зажал и прошелся. Смотрите, ни одной, ни одной поры, ни одного вкрапления. Смотрите, что это сработало такое. Теперь два варианта. Или сработал температурный режим, потому что я его теперь, наконец-таки, выдержал, как положено. Или сработал тигель с нержавейки. То есть, смотрите, даже и когда у дегазер всплыл, он как надо, по идее, не работал. И все равно, ни одного вкрапления нет. Все чисто. Вот так вот. В середине ролика упало настроение, а теперь поднялось. Слушайте, ну чистенький. А может быть, как раз-таки этот пластик сработал так, а? Вдруг это новый флюз, про который вы еще не знаете. Короче, не знаю, что это такое. Эксперимент надо будет повторять, но без пластика. В этом же тигеле побольше алюминия надо будет наплавить, чтобы и колокол, колокол подрезать надо будет даже, и чтобы он сыграл, как положено. И опять отлить, уже отливку побольше сделать. И понятно, что с соблюдением температурного режима. Главное получилось, смотрите. Чистейший. Это полоски от наждачки, которые я даже войлоком не смог затереть. То есть круговые полосы. Отдельных пор нет совсем. Все, на этом закругляю я сегодняшнее видео. Так, ну и все, наверное. Всем удачи, всем пока. Следующая, когда будет, не знаю. Потому что работа, подготовка к посевной. Неизвестно, когда сниму и повторю этот эксперимент. Все, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok